Кто-то скажет, не может быть. Окруженная многоэтажными жилыми домами спортивная площадка, а такой многие могут только мечтать, исчезает на глазах. Когда наша съемочная группа приехала в этот двор на Азминогорском тракте 104 с буквой «П», рабочие уже завершали демонтаж. А зачем вы площадку разбираете? Ну, жалобы жильцов поступили. Вот, здесь где-то. А чем она мешала-то? Детей, наверное, не любят. К судьбу спортивной площадки подумать только рассматривали в суде Центрального района. 25 подписей жильцов вот этого дома оказалось достаточно, чтобы лишить детей возможности безопасно во дворе под окнами погонять мяч. Инициатором сбора подписей против спортивной площадки выступила пожилая женщина, которая живет в этом подъезде. Ее окна выходят во двор. И вот в документах, которые бабушка предоставила в суд, было прописано, якобы, ребятня, играя в мячик, испортила ей здоровье. Болела голова. Ну, вот сейчас узнаем, так ли все серьезно. Здравствуйте, мы с телевидения. А вы нас можете пустить? Тут площадку убирают. Говорят, что вы стали инициатором. Нет, я не могу вас пустить, если вы какие-то имеете в виду съемки. Это никому не возбраняется. Делайте. Да нам просто хотелось узнать, чем вам помешала эта площадка. А я не готова вам отвечать. Женщина, которая отказалась с нами встречаться, соседка Ольги Дунаевой. У этой девушки окна тоже выходят во двор, но ей веселый шум ребятни жить никак не мешал. К тому же, говорит Ольга, в 9 часов вечера спортивную площадку закрывали на ключ. Ну, есть же какой-то здравый смысл. Не нужно из пушки по воробьям демонтировать. Ну, какой-то абсурд же. Слушайте, ну, это же спортивная площадка для детей. И мне вообще, на самом деле, непонятна эта ситуация. Оказалось, что виновником абсурдной ситуации стала строительная компания. В проекте благоустройства этого жилого комплекса спортивной площадки не было. Зато был газон, несколько деревьев и лавочки, цветущие без ребятни. Видимо, таким должен быть идеальный двор, по мнению подавшей в суд пенсионерки. Сейчас спокойнее не будет, когда демонтируют эту площадку. То есть, если сейчас дети играли в спортивной площадке, эти же мячи пинали по сетке, то они будут пинать так, просто по машинам. Вернуть спортивную площадку уже невозможно. Таково решение суда. А вот открыть новый магазин, в котором продают пенные напитки, пожалуйста. И кажется, бдительных жителей такое соседство пока не смущает. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.